Уважаемые коллеги, спасибо большое, что дали возможность представить в своем виде концепции безопасного применения пиоидных анальгетиков у онкологических пациентов. И получается, что мой доклад будет логическим продолжением доклада Александра Вячеславовича. Большое спасибо, Александр Вячеславович. Просто громадное удовольствие получила от вашего доклада. Его нужно еще перерабатывать, думать, кое-что бы от себя бы вам добавило. Спасибо вам. Итак, как практически мы применяем опиоидные анальгетики? Надо сказать, что общеизвестно, это постулат, это не поддается какой-то критике. Опиоидные анальгетики – это основа обезболивания для пиоидных пациентов, в том числе и в онкологии. И начиная с 1986 года и продолжая дальше, Всемирная организация здравоохранения издает рекомендации по их использованию. Для чего эти рекомендации? Для того, для чего была придумана лестница обезболивания ВОЗ трехступенчатой? Для того, чтобы обезопасить пациентов и обезопасить врачей от побочных эффектов этих сильнейших лекарств. Как вы видели, они обладают воздействием не только на ноцептивную систему, но и на все остальные органы системы. Последние рекомендации, которые ВОЗ издала в 2018 году, в прошлом году, буквально в конце прошлого года, говорят опять-таки о том, что обезболивание при злокачественных новообразованиях, посмотрите, как они называются теперь, Эти рекомендации отличаются от прежних, что это не просто декларативное «делай так, как мы рекомендуем». Эти рекомендации уже созданы на основе доказательных данных, которые по системе Грейд выбирают именно те клинические исследования, которым можно доверять. Итак, эти рекомендации уже называются по фармакологическому и лучевому лечению раковой боли. Я позволила сиаслен, хотя мы правильнее говорим, онкологическая боль у взрослых пациентов и подростков. Вот так глубоко копнули наши специалисты, которые писали эти рекомендации во всемирной организации. Так вот, в первом параграфе этих рекомендаций говорится, что у взрослых, опять-таки, там, включая пожилых людей и подростков с онкологической болью, нестероидный противовоспалительный препарат тромодол и опиоиды следует назначать на начальном этапе. Что это значит? Это значит, что нужно стартовый препарат, который мы выберем, должен соответствовать интенсивности боли. И если к вам пришел человек, у которого неэффективен тромодол, он когда-то был эффективный, перестал, не нужно ему заново назначать нестероидный, не НПВП, еще что-то. Вы дальше двигаетесь по лестнице обезболивания. Можно назначать как в виде монотерапии, так и в комбинации. То есть, если у человека преимущественно ночные боли, то мы можем днем назначать ему НПВП, а на ночь, если у него костные боли ночные, мы дадим, например, тромодол или морфин сразу назначим, но в маленькой дозе. И здесь как раз в этих рекомендациях, тоже в пункте втором, говорится, что для терапии боли может быть назначен любой опиоид. Посмотрите, любой из того перечня, который есть, или в нашем случае того перечня, к которому я вернусь, который рекомендован нашими клиническими рекомендациями. Но опять-таки в сочетании с НПВП или какими-то другими лекарствами, если это необходимо. Вот посмотрите, какая правильная фраза. Правильная доза опиоида – это та доза, которая уменьшает боль пациента до приемлемого уровня. Что значит приемлемый уровень? Это от нуля до трех по десятибальной оценке. Вот это приемлемый уровень. Да, кстати, посмотрите, интересным… Так, вернем. Вернем, я научилась. Реакция пациентов на опиоиды, вот то, о чем говорила Александр Вячеславович, варьирует в зависимости от состояния пациента, от свойств препарата, от генотипа пациента. Это очень важно. Рекомендация следующая. Она очень интересна и отвечает на вопрос, а нужен ли нам морфин, раз у нас много других современных лекарств. Постоянный пероральный прием морфина, быстрого высвобождения или продленного, позволяет поддерживать эффективное безопасное обезбольное. Это вот на основе того, как Рейновского исследования 2016 года, о котором говорил Александр Вячеславович. Морфин обезболивающим эффектом достаточно всегда обладает. И поэтому любая форма перорального морфина может быть использована как препарат спасения. О чем это говорит? Это говорит, что если мы назначаем какие-то препараты пролонги и подбираем дозу, начиная, например, трансдермальный фентанил 25, то мы должны назначить препарат на прорыв боли. Мы не имеем права пациента оставить без ничего. Поэтому медленно тетруя препарат, например, мы знаем, что подойдем к дозе 75, но начнем мы с 25, постепенно добавляя лекарственную терапию. При этом, посмотрите, интересный постулат, который ВОЗ выводит, это пероральный прием морфина быстрого высвобождения должен быть достаточен и доступен всем пациентам, кто в нем нуждается. Это говорит о том, что мы мирные люди, но наш бронепоезд, понимаете? Это говорит о том, что мы обладаем всем реестром лекарственных средств, у нас достаточно большой, но мы всегда должны знать, что пероральный морфин быстрого высвобождения доступен для любого пациента в любой точке нашей страны. Он должен быть доступен, и мы все для этого делаем. А вот продленный морфин должен быть доступен по мере возможности как дополнения, но не вместо. Вот эта ошибка была сделана, и Роберт Вайкрас, когда посещал Самарский хоспис, он сказал тогда об этом, вы знаете, вот в России, к сожалению, были введены пролонгированные формы без быстрого высвобождения. Это была наша глобальная ошибка, мы тогда не предусмотрели это. Но сейчас эта ошибка исправлена, но сейчас у нас уже и специалисты так выросли, что могут назначать и пролонгированные формы, обходясь без препаратов короткого действия. Но начинать работу с новыми кадрами нужно, конечно, обучая их именно этому классическому подходу. Кроме этого, в Мирной организации здравоохранения с целью безопасности опиоидной терапии, опять-таки говорит, что не только в наркотиках все дело, не обязательно назначать адювантную терапию, которой могут быть стероидные препараты. Препараты, дополнительно позволяющими снизить опиоидную нагрузку, являются бисфосфонаты. И посмотрите, как там выделено, это я специально выделена, что бисфосфонаты могут назначаться превентивно для предотвращения лечения боли при метастатическом повреждении костей. И лучевая терапия, наоборот, лучевая терапия, если не вызывает боль, превентивно не назначается. Например, мы видим костный метастаз, а он не болит. Вот туда мы превентивно не будем. Во всяком случае, рекомендации ВОЗ об этом говорят. Что же говорят наши клинические рекомендации? В наших клинических рекомендациях есть ряд препаратов. И если в 2012 году мы, наш состав профильной комиссии, наши главные внештатные специалисты, когда мы объединились и начали свою работу по дорожной карте, после того, как мы поняли, что нам что-то нужно делать в катастрофической ситуации с доступностью обезболивающих в нашей стране. Смотрите, я выступала вот с этим слайдом. А поскольку был опрос Европейской ассоциации по изучению популятивной помощи, и там говорилось, что какие из вот этих вот перечня препараты у вас в России есть. Я посчитала, что у них в Европе, на всю Европу, есть 23 молекулы и 59 неинвазивных форм. Сюда ампулки не входили. Так вот, в 2012 году я им ответила, что, извините, но у нас всего 4 молекулы и 5 неинвазивных форм. У нас был морфин, фентанил, просидол, тогда и просидола не было, тогда даже 3 было препарата, и тромодол 2 формы. Что мы сейчас имеем? Вот сейчас, на сегодняшний момент, 7 молекул, прекрасно, это богатство, и 14 лекарственных форм, поэтому мы должны точно знать, кому какой препарат выбрать. Потому что у нас есть и таблетки, у нас есть тромодол в разных лекарственных формах, таблетки-пролонги, таблетки быстрого освобождения, капсулки, но ампулы тоже взяла, они иногда бывают нужны, просидол, топитодол пока только в пролонгированной форме, но в ближайшее время получим, как я думаю, что и обычную форму быстрого освобождения. Оксикодон у нас есть, но в составе вместе с налоксоном тоже неплохо, морфин, целых 5 различных форм, это таблетки, ампулы, оральный раствор включила, знаете, он в процессе регистрации, в конце года уже будет у нас, можно будет его даже заказывать на следующий год, как говорят представители Московского эндокринного завода, трансдермальный фентанил, и бупринорфин с налоксоном, знаете, поставила, хотя, в принципе, у препарата нет официального разрешения применять при хронической боли, он якобы вот при острой боли внутри стационара, но я знаю, что он пошел в народ, им пользуется очень активно, и, в принципе, препарат хороший, я только забу, бупринорфин, он неплохой препарат. Если говорить о термодоле, Александр Вячеславович устанавливался, что у него очень невыраженный, сама молекула термодола не является лекарственным веществом, которое возбуждает миопиоидные рецепторы, оно должно пройти через путь взаимодействие с ферментами и распасться до двух метаболитов, которые являются обезболивающими полумолекулами, поэтому применяется для препарата характерен именно вот этот генетический полиморфизм цитохрома, поэтому 8-10% наших пациентов нечувствительны, и около 2%, как вы видели в предыдущей лекции, они воспринимают как гиперчувствительный препарат. Но низкий наркогенный потенциал, можем длительно лечить. Вот моим примером вам. Пациентка с тяжелым ревматоидным артритом, абсолютно палеотивная, но не онкологическая, но неважно. Длительный прогноз жизни. Я пациентке, значит, 4 года я ей назначала термодол. С дозы 50, 100, 250, до 300 она доходила, пациентке 80 лет. А вот с этого года она отказалась от термодола. Активность ревматоидного процесса ушла. За эти 4 года было поменено, если можно так сказать, 4 сустава, 2 коленных и 2 тазобедренных. Остались боли в руках, но руки поменять не удается, пока наша наука, медицина не способна дать новые суставы для рук. И пациентка ушла, потому что активность пропала процесса. Либо возраст пришел, либо ее основная противоревматоидная терапия стала более эффективна. Она не стала ни наркоманкой, ни каким человеком, который сильно понеменял психотип. Просидол. Вот здесь другая ситуация. Препарат выражен наркогенным потенциалом. Конечно, он может применяться, как и предыдущий, и для умеренной, и для сильной боли. Это хорошо. Но для сильной боли, в принципе, он долго нам не нужен. Таблетки перчат, горчат. Они при длительном приеме могут вызывать дефект слизистой оболочки щеки. Но он очень хорош, этот просидол. У него анальгетический потенциал 0,3 от морфина. Мгновенное начало действия. Других препаратов у нас нет в России таких. Вот от 5 до 15 минут. Те, которые уже раскусили вот этот просидол и знают его свойства, все время просят, а вот нет ли у вас таблеточки просидола в кармане, спрашивают пациенты. Говорю, нет таблеточки. Сестра вам выдаст, если это будет нужно. Быстрое начало действия, но непродолжительный эффект и очень быстрое нарастание толерантности к препарату. На второй неделе вы повысите дозу в два раза. Поэтому этот препарат скорее сопровождение. Сочетается со всеми агонистами, миоагонистами. Хотя мы, честно говоря, пробовали, так получилось. И с бупринорфином тоже было неплохо, но небольшие дозы. И все это нужно сочетать в стационаре. Я думаю, что морфин и фентанил сочетаются хорошо. Это опробованная ситуация. С оксикодоном мы не пробовали. И надо помнить, что у него выраженный спазмолитический эффект, как у промедола. Прекрасный препарат. От себя добавлю, что до конца года с ним перебои, потом перерегистрация и заново будет выпускаться. Вот новый препарат, который пришел к нам буквально в прошлом году. И мы долго присматривались к нему, не могли понять, где его место, где и что. Мы назначаем тем пациентам, у которых есть выраженный нейропатический компонент боли. Во всяком случае, в онкологической клинике. Он, с одной стороны, похож на тромодол, поскольку агонист миопиоидных рецепторов. А с другой стороны, он блокирует обратный захват, но избирательно преимущественно норадреналин. Применяется, опять-таки, для умеренной боли в дозе до 200 мг. И может применяться до 500 мг в пролонгах и в короткой форме до 600 мг. И при терапии сильной боли. Что характерно для него? Низкий наркогенный потенциал относительно других лекарств. Поэтому препарат выбора для пациентов с длительным прогнозом жизни. Вот здесь безопасность. Вот здесь наркогенная безопасность. Потому что мы всегда думаем, чтобы повысить эффективность терапии и препараты резерва оставить на потом. Опять-таки, аналитический потенциал 0,5-0,6 от морфина. То есть он где-то в три раза сильнее будет, чем его предшественник тромодол. Он сочетается со всеми миоагонистами. Я помню свое клиническое исследование. Где-то петадол изначально по протоколу мы добавляли, на прорыв боли давали морфин. В принципе, побочных эффектов таких тяжелых мы не видели. Обладает антинеэропатическими свойствами, как я говорила. Но обладает и норадренергическим эффектом. Одна пациентка у меня неправильно мне изначальные дозы сказала. Она когда-то принимала 300-400, тромодол был неэффективен. А на момент присутствия, потом я у дочки выспросила, она принимала 50-100. Но она очень боялась остаться без обезболивающих и немного приукрасила ситуацию. В результате я назначила топитадол в двое большей дозе. Я назначила 200, а не 100. То есть две таблетки два раза. Так вот, ажиотация, возбужденность, бессонница, все у нее по классике было. То есть правильное бы было назначить ей в двое меньшую дозу. То есть препарат работает. Но адренергический эффект, поверьте мне, есть. Но препарат элиминируется глюкаронизацией. У него опять-таки, в отличие от тромодола, молекула является анальгетически активным веществом. Ну и биодоступность его ниже, чем у тромодола. Но в принципе компенсируется дозировка лекарственного средства. Про морфин уже мы сегодня много говорили. И поэтому я не буду повторять, что он применяется как при умеренной боли в дозе от 10 до 30 миллиграмм. И не имеет потолка действия. Применяется в более высоких дозах при сильной боли. Остается золотым стандартом. Вот в том самом Кахрейновском исследовании 2016 года. На странице 28 откройте. Там написано. Золотой стандарт терапии боли. Морфин. Точка. Это сказала не Абузарова, это сказал не Сидоров. Это сказали ученые, которые проводили Кахрейновское исследование. Почему? Потому что препарат должен быть в нашем арсенале как запасной. И сразу вспомним ту песню. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. Морфин должен быть доступен. Оксикодон-налоксон. Пятый препарат по нашему списку. Он отчасти агонист капо- и миопиоидных рецепторов. Но я не согласилась бы с предыдущим докладчиком, что препарат не является его молекула обезболивающими средствами. Он действительно подвергается метаболизму. И часть оксикодона переходит в оксиморфон 20%, который более эффективен, чем сам оксикодон. И за счет этого механизма сложно сочетать оксикодон с морфином. Пишут, что могут быть неблагоприятные эффекты. Но у меня собственного опыта нет, не могу сказать. Но сама молекула оксикодона очень даже ничего себе. Но преимущественно на капо. Мой пациент, которому назначили после морфина, который угнетал его и очень сонливость сильную вызывал, он сказал, такие таблеточки прям бодрят, веселят. Ну, думаю, да, хорошо, веселят. Но, честно говоря, можно было ему назначить. Это был спинальный больной, который мечтал сесть за руль. И я думаю, что он никогда уже не сядет. Проведена ортопедическая операция, облучение. И исход пациента, к сожалению, достаточно грустный. Надо помнить, что препарат, вот оксикодон как раз, в полтора-два раза сильнее морфин. Это за счет чего? Если внутримышечно вводить оксикодон, слабее морфина. А пероральный прием или всасывание препаратов в два раза выше. 75% оксикодона всасывается, поступает системный кровоток. А у морфина всего 30%. Ну, вот вам вся и кухня. Здесь все очень просто. Поэтому с оксикодоном просто нужно вот это помнить. Ну, трансдермальная система фентанила. Я не буду тоже, опять-таки, долго распространяться о механизмах действия и прочее. Мы все знаем, что применяется для терапии умеренной боли, для терапии сильной боли, что он в сто раз сильнее морфина, что максимальной дозировки нет. Это самый элегантный препарат, самые высокие технологии, казалось бы, терапии боли. Но зачастую наши удалые лихие онкологи любят его назначить сразу в стартовой дозе 75. Делать этого нельзя, потому что те же 75 микрограмм в час равноценны введению внутримышечного 8 ампул морфина в сутки. Что спасает иногда этих пациентов, в том числе в моей практике, спасает то, что не весь фентанил быстро всасывается. Что особенно у пациентов в состоянии кахексии, только 30-50% этого фентанила проникает через кожу и достигает системного кровотока. И последний препарат, который мы получили и сейчас в настоящее время имеем, но пока не прописали в клинические рекомендации, это бупраксон, бупринорфин и налаксон. Отдельно стоящий препарат. Не рекомендую вам его ни с чем смешивать, кроме добавления нестероидных противовоспалительных средств. Препарат замечательный, но механизм его действия, агонист-антагонист опиоидных рецепторов, исключает его совместное назначение с фентанилом. Это даже прописано в инструкции к препарату. Там идет эндогонистическое взаимодействие. Хотя не все так просто, там зависит от дозы препарата. Конечно, понемножку можно, если не получается, можно пробовать, но в стационаре и ни в коем случае амбулаторно. Пациент может упасть и отключиться полностью. Вот какие опиоиды рекомендуют нам применять по международным стандартам. Из них, как вы видите, плюсиками обозначено большинство препаратов у нас есть. У нас нет только гидроморфона и метадона. Но метадона нет и не будет. А вот с гидроморфоном, если мы посмотрим предыдущую нашу табличку, которая вам показывала, какие наши перспективы, мы получим от Московского эндокринного завода трансдермальная система бупринорфина, оксикодон быстрого освобождения в таблетках и капсул, гидроморфон в таблетках, фентанил в виде пленок защечных и кетамин, оральный раствор. То есть мы в перспективе будем иметь аж 9 молекул и 20 лекарственных форм. Но вот со всем этим богатством нужно все это изучить и применять безопасно у наших пациентов. Большое спасибо. Огромное спасибо, Гузер Рафаэл. На коллегии есть вопросы? Гузер Рафаэл, спасибо большое за вами, и коллеги. Так вот вопрос. Вы говорили, что в конце года будет паркин в виде сыровых. Будет ли он доступен только в детской практике или вам взрослые тоже? Я думаю, что вы можете заказывать, как только мы получим, то есть не мы, а Московский эндокринный завод, но и поскольку мы в взаимодействии узнаем, когда зарегистрируется препарат. Он в стадии ускоренной регистрации и в ближайшее время получит это. Вот как РЭО получится, то можно будет заказывать уже на следующий год, чтобы он у вас с января, с февраля там появился. И для взрослой практики тоже, в принципе, для пациентов, которые сложно принимать таблетки, это возможно, да? Почему нет? Спасибо большое. Еще один вопрос. Скажите, а можно рассматривать бупраксон как, ну, на прорыв боли использовать при использовании... Ой, хороший вопрос, замечательно. Знаете, обожаю пиодные анальгетики. Я вам расскажу, что бупринорфин, тем единственное, вот чем он плох и хорош, он очень сам по себе пролонг. Он так долго цепляется к опиоидным рецепторам, и цепляется, уж если прицепился-то настолько мощно, что потом его оттуда достать сложно. Поэтому бупринорфин начинает работать через 40 минут. Вот какой прорыв боли? Если это боль, которая вы знаете, что она будет, например, человека положат на каталку жесткую, повезут на МРТ, за час вы дадите, будет нормально. Вот на тот прорыв, который прогнозируемый. А так, наверное, вряд ли. Спасибо большое. Спасибо. Значит, у меня такой вопрос. На второй стадии ступени у нас один препарат Ромадол. Получается так, на сегодняшний день. Почему один? А? Таблетки, марфин 5 и 10. Ну, нет. Я имею в виду сейчас те пациенты, которые у нас ведут хронический болевой синдром, но не онкологический. И не с неопределенным сроком жизни. То есть, когда определенные онкологические больные, здесь понятно, они все быстро переходят. У меня такой вопрос, что вот Ромадол у нас изначально, если судить по аннотациям, это 4-5 до 6 часов. Инъекционный, да? Вот, да. То есть, 4 таблеточки, минимальная дозировка у нас 50 миллиграмм. То есть, мы изначально терапевтическому больному или неврологическому назначаем 200 миллиграмм в сутки. Правильно? Ну, например, да. Для обезболивания. А дневанты еще? Не стероиды вы себе назначаете? Ну, я понял. Еще там 40-50 болезней. Да, и у меня в практике был пациент, который 3 года находился также на травматоле, но мы дозировку назначали с 25 миллиграмм. И он почти год шел на данной дозировке. Ему хватало. И ряд пациентов с остеопорозами, с ревматолеидными, атеритами, которые планируется ли выпуск вообще пролонгированных фон 25-75. Вот, если мы разделим 300 миллиграмм на приемы, то у нас получается короткого действия 4 таблетки. То есть, у нас недели по 75 получается таблетка должна быть. А так как выпускается только в капсулах на сегодняшний день, в таблетках уже меньше, сложно найти. Я вас поняла, есть таблетка пролонг 100 миллиграмм. Да, 25 миллиграмм, 50 миллиграмм и 75. Ну, от 150, к сожалению, компания ушла, они поставляли 150 миллиграмм в сутки, чтобы мы давали два раза. Но экономически оказалось невыгодно, и мы импортеру нашему не можем такую задачу поставить. Хотя спросить у московского эндокринного завода, наверное, можно, поскольку они сейчас обладают всеми технологиями для производства, в том числе пролонгированных лекарств. Продолжение следует...